Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня нельзя забывать о человечности. Раздел «Текущая». Долгое время Запад рассказывал нам байки, что все народы равны, но мы хуже всех, пытаясь привыть комплекс вины и направить на путь саморазрушения через вечное и непрерывное покаяние. Под этот запрос внутри страны появился целый пласт профессиональных русофобов. Недостаточно талантливых, чтобы творить, но с достаточно гибким моральным хребтом, чтобы прогнуться под противоречивые требования двойной морали, рационализируя и оправдывая их. Нет ничего необычного и странного, когда человек по-разному относится к близким ему по крови, духу или культуре людям и к совершенно чужим. Важно, чтобы отношение к самым дальним не переходило границы человечности и утраты себя. Требование одинаково относиться к родным и к чужим противоречит природе человека, ломает культурный код, делая объектом манипуляций, превращая людей в манкуртов и безродных космополитов. С другой стороны, даже представители самых далеких и чуждых народов все равно остаются людьми. К ним нельзя относиться как к бессловесным тварям, животным, уничтожать из прихоти и так далее. Современная атлантическая цивилизация сильно отличается от привычной нам западноевропейской. С начала индустриальных революций для последней были характерны отнюдь не свобода, равенство и братство, а следующие постулаты и идеалы. Давайте перечислим. Это позитивистский научно-технический прогресс, свободный рынок, священный принцип частной собственности, западнохристианская дуалистическая мораль, свобода слова и выборы как мистерия и легимитизация власти. В настоящее время практически ничего из этого не осталось. В начале Запад довел до гротеска эти принципы по отношению к чужакам, а после поддался этому вению сам. В первое время мы удивлялись построением в стиле «вы не понимаете, это другое». Пытались безуспешно достучаться до логики и совести. После начала прямого противостояния в 2022 году перестали обращать внимание, чего реагировать на слова духовно- и психологически больных людей, инвалидов. По-человечески их жалко, но неясно, с чего лучше начать лечение – произвести очистку или отправить к психиатру. Искрометный ответ «МОК» про отсутствие ответственности израильских спортсменов не вызвал удивления. Но там даже не поняли вопроса, как ранее было с поголовным допингом спортсменов из США и лыжников-осматиков из Скандинавии. Все эти граждане реально не понимают, как можно приравнивать людей из митрополии, центра мира и из какой-то дикой периферии, где вроде как медведи играют на балалайках и пьют водку. Забавно читать рефлексию и попытки самопознания в отношении происходящего в Израиле. Особенно среди отечественных сторонников нет войне. Как оказалось, это здесь, а не самоназванная совесть нации, а там ущербные культурные полукровки, обязанные полностью соответствовать линии партии. Вот так. Отдельное спасибо государству Израиль за демонстрацию, как правильно и демократично нужно работать с журналистами, корреспондентами и сотрудниками международных миссий. Писать они могут либо хорошо, либо ничего, а кто не понимает, сам виноват, нечего потом гулять в плохом районе. Это только дикие и нецивилизованные русские не просто терпят крикливых и истеричных фронтовых журналистов, но и пытаются их образовывать. Владимир Владимирович Путин проводит с ними классный час, разговаривая как с детьми. Правда, с либеральными журналистами в свое время он тоже регулярно встречался, но это им не помогло. И да, англосаксонские элиты относятся к своему населению, как мы относимся к чужакам. Нужно ли объяснять, какое у них настоящее отношение к различным туземцам? Троиточие. Спасибо, что дослушали заметку до конца. Спасибо.